Всем привет! Меня зовут Андрей, я занимаюсь свето-прозрачными конструкциями. Сегодня мы снова находимся в мастерской строительного бюро Планка и подготовили для вас небольшое видео про стеклопакеты. Это стеклопакет, в составе которого есть стекло триплекс, и также отдельно мы подготовили для вас это закаленное стекло 6 миллиметров. Что мы сегодня с ними сделаем? Ну, во-первых, расскажем так, в легкой форме, для чего они нужны. И самое интересное, конечно же, мы их разобьем. Разобьем и не просто разобьем, а попытаемся сделать в стекле триплекс сквозное отверстие. Но это так, небольшая превьюшечка. Для чего используется стекло триплекс? Это травмобезопасное стекло. В основном оно используется на больших площадях, в загородных домах, в панорамных окнах, где остекление до пола. И чтобы в случае, даже если вы подскользнулись, упали, оступились и облокотились на это стекло, оно разобьется, то вы не травмировали себя. Все стекло останется на пленке, на пленке, которая соединяет два стекла по три миллиметра, и оно внутри этих стекол. Что нам остается? Нам остается просто его разбить. А сейчас поставьте видео на паузу и напишите в комментариях, с какого раза мы сможем сделать сквозное отверстие в этом стеклопакете. А я пока возьму молоток. Также не повторяйте это дома, это опасно. Но поскольку мы профессионалам, мы поможем себе это позволить. Раз. Не пробито. Два. Не пробито. Три. Не пробито. Но разбито уже нижние два простых стекла, потому что всего здесь их раз, два, три. Ну что, продолжаем? Мне прям самому это нравится? Четыре, по-моему, да? Вы считали со мной? Напишите, с какого удара мы все-таки его разбили. Ну, а теперь надо прибраться, по-моему. Сейчас подготовимся и вернемся. Теперь что мы можем увидеть? Стекло триплекс, оно до сих пор у нас держится, не рассыпалось. Ну, за исключением ударов от молотка, которые мы пытались сделать. Простые, стандартные стекла. Вы видите, да, что из них прям зубы крокодила реально. То есть можно так по разнице порезаться, что оказаться вскоре. Для этого и ставится стекло триплекс. Сейчас мы его убираем уже и продолжим. Скоро мы вернемся. Итак, я снова с вами. Мы убрали помещение, подготовили его для нового стекла. Это уже закаленное стекло толщиной 6 миллиметров. Чем оно отличается от стекла триплекс? Оно более прочное, то есть оно может выдерживать большие нагрузки, но в то же время оно не имеет в своем составе пленку, которая защищает его от распадания на множество осколков. Что мы сделаем? Мы попробуем дать на него нагрузку. Нагрузка эта будет в виде меня. Я пошел. Пока я иду, напишите в комментариях, как вы думаете, разобьется оно или нет. Выдержит ли она вес в 100 килограмм. Ну как, выдержала? Ну, поскольку стекло выдержало, мы продолжим наше испытание и разобьем его с помощью молотка. Ну, по крайней мере, попробуем разбить. Опять же, напишите, что вы думаете, разобьется или нет. А я пока возьму молоток. Итак, я нашел молоток. Теперь мы попробуем разбить это стекло при помощи молотка. Обязательно соблюдайте технику безопасности, а лучше вообще не пытайтесь это повторить дома. Все удары молотком будут выполнены профессионалом. Итак, поехали. Громко и не разбилось. Попробуем сделать еще один удар, но немножко посильнее. Блин, никто не пострадал, кроме камеры. Надеюсь, она не разбилась. Даже хрустит, смотрите, до сих пор. Мы это сделали, ребят. Теперь мы немного резюмируем. В чем разница между стеклами? То есть, триплекс у нас не разбился с первого... Точнее, он разбился с первого удара, но он остался на пленке. Закаленное стекло не разбилось с первого удара. Но оно разбилось со второго удара, но оно все разлетелось на мелкие осколки и потеряло свою целостность. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok